Высокая температура, сухой кашель, сыпь. Если вы заболели и столкнулись с такими симптомами, советуем вам остаться дома и вызвать врача. Это первые признаки того, что у вас не ОРВИ, а корь. Это заболевание очень быстро распространяется, поэтому ради безопасности окружающих, и в первую очередь ради себя, следует незамедлительно обратиться за помощью к специалистам. С самолечением заниматься в такой ситуации тоже не стоит. Инфекция в большинстве случаев протекает очень тяжело и может обернуться для пациента летальным исходом. Вообще, до того, как начали применять вакцины, корь была такой типичной детской болезнью и характеризовалась даже у детей достаточно тяжелым течением и разнообразными последствиями. Но у взрослых, если они заболеют корью, корь обычно проходит еще тяжелее. Именно поэтому ее и вакцина профилактирует. В настоящий момент вспышки заболевания зафиксированы более чем в 30 регионах Российской Федерации. Татарстан – не исключение. С начала года в республике зафиксировано более 40 случаев. Причина вспышек для экспертов очевидна. Некоторое количество граждан в нашей стране не привито. В случае кори вакцина позволяет вырабатывать иммунитет от болезни. Тут все работает не так, как с прививкой от гриппа. Эффект коревой вакцины сохраняется на долгие годы. В соответствии с российским национальным календарем прививок, вакцинация против кори первый раз проводится в 12 месяцев. Считается, что с момента рождения и до первой прививки у малыша сохраняется иммунитет, переданный с молоком матери. Ревакцинацию проводят в 6 лет. Считается, что иммунитет от кори в целом пожизненный. Но исследования показывают, что у части взрослых людей через 20-30 лет после прививки иммунитета от кори уже, к сожалению, нет. Поэтому, в принципе, можно провести исследование, выявить, имеется ли у человека взрослого иммунитет от кори и при необходимости привиться. Но большинство людей сохраняет этот иммунитет пожизненно. Кори инфекция очень заразная. Она передается воздушно-капельным путем. Причем на поверхностях и в воздухе возбудитель сохраняется еще пару часов. Это значит, что заразиться можно, даже не контактируя с больным. Есть вероятность того, что вирус настигнет вас, преодолев путь через вентиляцию. Кори – это на 100% вакцина контролируемая инфекция. Если население не будет вакцинировано от кори, то, соответственно, мы будем иметь дело со вспышками кори. Если население будет вакцинировано, вспышки кори не будут случаться или будут достаточно редки. Но поскольку кори – это очень заразное заболевание, то, исходя из этого, необходимо вакцинировать достаточно большую часть населения. Вообще, для того, чтобы вспышки кори не случалось, должно быть вакцинировано. То есть, иметь адекватный гуморальный иммунитет от кори больше 95% населения. Специалисты призывают внимательнее относиться к любого рода болезням. Ведь, к примеру, та же сыпь может появиться на теле не сразу. И, конечно, стоит по возможности выяснить, есть ли у вас иммунитет к кори. Сделать это можно в любом медицинском учреждении. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.